Бали, надеюсь, вам удается еще и посмотреть наш замечательный остров, кроме работы. Итак, без дальнейших слов, хочу объявить сессию открытой. Наша сессия будет посвящена киберпреступности, спаму, хакерству и так далее. Это важный вопрос и, в общем, является одной из важных тем сегодняшним на нашем IGF. Наш выступающий Джананда Файранду из Шри-Ланки, Крис Пейнтер, координатор по киберпреступности из Госдепартамента США, и Кэрэн О'Брайен из интернет-общества и Вордвин Этрис, специалист по киберпреступности международного сообщества против киберпреступности, и Крис Бойер также из AT&T, и Кэрэн Малбери из интернет-сообщества. Я не буду много говорить в своем вступлении, хочу раз напомнить вам о некоторых разъяснениях данных на веб-сайте, какие-то специфические вопросы, которые мы будем обсуждать, обсуждать и просим вас активнее быть, вы, пожалуйста, задавайте за вопросы, и какие-то свои точки зрения мы будем рады услышать с вашей стороны. И, соответственно, конкретно мы будем обсуждать какие-то вопросы, связанные с влиянием киберпреступности, хакерством, спадом на развитие общества, какие возможные здесь способы решения проблем, как использовать партнерство государственного частного сектора и так далее. Кроме того, мы будем обсуждать законодательство, касающееся киберпреступности, некоторые случаи, такие как кибертерроризм, и вмешательство, использование подделок и так далее. В плюралистском обществе это достаточно часто встречается, и это противоречит общественной морали и законодательству. Но эти вещи достаточно сложные и важные, их нельзя недоучитывать. Мы знаем, что, в принципе, киберпреступность это... То есть, наша задача это предотвратить. Какие-то вещи сейчас у нас забываются, мы опускаем иногда какие-то вопросы, и не считаем такие вещи, как спам или хакинг иногда, преступностью. И я считаю, эта цепь была в центре нашего диалога в ADF, и надеюсь, что мы сегодня тоже сможем активно обсудить этот вопрос и подробность. Прежде чем дать слово нашим выступающим, хочу попросить к своему Кумару дать ему слово для объявления. Благодарю. Я даже пяти минут не займу. Я также работаю в интернет-сообществе и работал в обыкновительном процессе. И мы отметили рекомендации рабочей группы по улучшению интернет, которые работали в рамках комиссии по развитию интернета. И одна рекомендация была, что каждая сессия ADF должна рассматривать один или два политических вопроса. И мы решили спросить наше сообщество, какое, чтобы они хотели бы обсудить. И теперь политический вопрос для этой секции в результате получилось, значит, будет то, как у нас на экране, это вопросы, правовые вопросы развития интернета. И при этом мы уже получили заранее 9 вопросов, достаточно много, и многие из них относятся к роли, которая играет IGF в этой очень важной сфере управления интернетом. Добрый день! Добро пожаловать на сессию. Как мы уже раньше обсудили, сегодняшняя сессия будет сосредоточена на правовых рамках, обсуждения спам, хакерства и киберпреступности. Таким образом, с организационной точки зрения, хочу, как выступающий, докладчик, хочу попросить задать несколько вопросов по каждой из трех тем, и мы ответим на них один за одним. Начнем со спама, и по каждым теме займем примерно 30-40 минут. И посмотрим общие перспективы, после чего, как мы завершим обсуждение трех тем, затем ответим на те вопросы, о которых упомянул господин Кумар. И я хочу призвать слушателей, это должна быть интерактивная дискуссия, так что, пожалуйста, задавайте вопросы после того, как докладчики выступят по какой-либо теме. Пожалуйста, ходите к микрофонам, и мы будем отвечать на вопросы из зала. Так что давайте на этом начнем. И первый вопрос. Начнем с темы спама. Первый вопрос. Я бы хотел, чтобы нам докладчики рассказали в целом, насколько большая проблема это спам, и как мы успешно справляемся с ней за последние несколько лет. Так что давайте начнем. с Кэрэн, может быть, вы начнете? Конечно. Благодарю. Меня зовут Кэрэн, мэр из интернет-сообщества. Если говорить о проблеме спам, то мое первое знакомство с этой темой произошло во время конференции ВИСИ-АйТи. Как раз там были дебаты по поводу спама и как это отразить в международном договоре. И многие делегации тоже выражали свои точки зрения различные. В частности, это был вопрос, больше всего касался развивающихся стран. Им нужно было с их точки зрения большие проблемы с интернетом как раз были связаны со спамом. И мы хотели, чтобы они лучше поняли, что такое спам, и может быть это сможет помочь им улучшить работу в своей сети интернета. И в результате интернет-сообщество разработало проект, так называемый проект, специальный по помощи развивающимся странам, чтобы помочь им наращивать потенциал и понять, что такое спам, как с ним бороться, какие инструменты существуют, и какие эксперты, к которым можно обратиться, которые могут помочь, помочь выбрать, сделать правильный выбор в инструментарии борьбы со спамом. т.е. здесь речь со мной идет о наращивании потенциала и обмене информации. Это вот, так сказать, общая такая, да, обзор проблемы, которую я бы хотела бы дать. Благодарю. Крис, давайте, вы следующий. Благодарю. Мне рад быть здесь. Я думаю, когда мы говорим про спам, я бы повторил то, что Керен сказал. Нам надо сказать то, что нам нужно, что мы ищем. Есть некоторые факторы спама. Нам нужно четко понимать, о чем мы говорим. Спам или это не запрашиваемые коммерческие рекламы. Это не касается каких-то политических речей. И люди пытаются подойти к спаму так же, как и подходит к кибербезопасности. То есть не надо использовать на прокси, чтобы не нарушать свои права и личные секретности. Для меня спам здесь имеет два аспекта. Первый всего. Он, конечно, засоряет сеть. Это один аспект. Но также это является средством для различных вирусов. Это является способ пренапновения вирусов. Так что явно, и мы в основном этим озабочены, то есть существует необходимость бороться с этой проблемой со стороны стран, по-разному миру. И страны по-разному подходят. Я поговорю немножко о Соединенных Штатах и о международных усилиях, которые предпринимаются по борьбе со спамом. Я думаю, хороший был экзамп, пример, договор по интернету. И я думаю, это очень полезно, чтобы на IGF это было обсуждено. И чтобы мы знали, где этот вопрос обсуждается и какие действия принимаются. Вы услышите, много было различных, многосторонних усилий по борьбе со спамом. И люди пытались найти какие-то режимные способы создания режимов. Например, у нас в Соединенных Штатах мы в 2003 году приняли закон о борьбе со спамом, чтобы предотвратить незапрашиваемую рекламу или порнографию и так далее. Этот закон требует, чтобы эти сообщения были правильно обозначенными, имели тему соответствующую. И также здесь этот закон вызвал различную реакцию. Это он совершенно не нельзя его назвать совсем, так сказать, со всех сторон правильным. И технические здесь вопросы тоже должны быть учтены. И основной механизм для выполнения этого закона это комиссия по торговле. Она попытается образовывать участников интернета и иногда судебные иски предъявляет компаниям, которые нарушают этот закон. И здесь очень важно, как вы видите, вопрос партнерства между государственным частным сектором. Но это также не только местные, это глобальный вопрос. Мы знаем, что существует ряд программ, которые многие участники сейчас занимаются, в частности, интернет-сообщества и особенные программы, которые по оказанию помощи развивающимися странами. Это тоже важно. Другие группы, такие как МАГ, ВГ, другие занимаются это усилие, в общем, достаточно. Включают и правительство, и гражданское общество. О многих мы не знаем, особенно развивающиеся страны, не знают, что эти усилия предпринимаются. И я думаю, что как раз IGF должен рассказать всем об этих усилиях, об этих программах, чтобы они знали, чтобы они могли соединиться к ним и получить соответствующую информацию о том, как бороться с этими проблемами. Так скажем, эти усилия направлены как на борьбу со спамом, так и борьбу с распространением вирусом и тем, чтобы сделать наш интернет более моральным, более этичным. И то, что мы должны здесь делать, конечно, это повышать уровень информированности. И для нас, для всех участников важно узнать, где эти усилия предпринимаются, на каких форумах, и, соответственно, чтобы они могли подсоединиться к ним и получать информацию. Благодарю вас, Крис. Благодарю, Крис. Я только очень короткое замечание сделаю. Когда мы говорим о спаме, особенно в развивающих странах, в такой маленькой стране, как Шри-Ланка, мы часто спрашиваем задем себе вопрос. Это просто технический вопрос или юридический вопрос, или комбинация обоих. И общее понимание, в частности, из моей юрисдикции, состоит в том, что это тема, это предмет, которые должны, проблемы, которые должны решать совместно техническое сообщество и юридическое сообщество. И вот здесь в борьбе со спамом как раз наиболее примемлема та самая многосторонняя модель многостороннего сотрудничества, которую мы сейчас пытаемся развивать. И в Шри-Ланке мы предприняли соответствующие шаги, требующие от провайдеров интернет-услуг, чтобы они обеспечили в качестве части их лицензии и условиях, чтобы они предприняли шаги по минимизации распространения спама и соответствующих вирусных инфекций. Но то, что я хотел сегодня сказать, это очень важное направление, очень важная область, именно техноправовая техноправовой аспект должен рассматриваться совместно. И он должен решаться на глобальном уровне, не только на национальном. да, мы увидели основы на комментариях разных выступавших, видно, что есть много различных сторон борьбы со спамом. Вы хотели тоже сказать? Я представляю как раз антиспамовское сообщество мировое. Я бы хотел немножко взвернуться на 15 лет назад. И те, как бы вы поднимели подвижение к 13 году, мы говорим о спам, как о том, что это как будто это неприятность какая-то. Люди получают огромное количество имейлов в своих почтовых ящиках, чем это и это раздражает. Как Крис сказал, это речь идет, это более чем просто ненужная реклама, непрошенная реклама. Здесь еще есть какие-то различные политические заявления и так далее. То есть тоже, которые мы и не хотим. То есть это немного шире, чем просто раздражительный фактор. И с 2400 в Нидерландах, например, мы приняли программу специальную техническую законодательство. То есть мы приняли соответствующее законодательство в Нидерландах и буквально за несколько лет спам практически прекратился. И просто потому, что компании уже не хотели получать штрафы и так далее за свои сообщения. Но это не сделало для международного спама. Мы все равно получаем сегодня международный спам. И так делать какие-то незаконные счета и так далее и так далее. Так что это уже немножко другой вопрос. И поэтому он стал более серьезной проблемой. Теперь когда мы говорим о спаме, уже больше о том, что как это влияет на чей-то компьютер, чем мы получаем какие-то непрошенные рекламные сообщения. И начиная с 2009 года правовая система, которая была разработана тогда, не могла, она не учитывала эти вопросы. Сейчас кстати все уже забыли, что в свое время ОСР тоже работал в 2004 году разработал набор инструментов по тому, как бороться со спамом. И это показывает то, какие можно инструменты привлекать для успешной борьбы со спамом. И я сейчас практически не получаю ни одного спама. Ну, иногда какие-то фишинговые сообщения, они попадают в мой ящик, спам-ящик, поэтому это не очень страшно. И плюс какие-то интернет-казино сообщения. Хотя отрасль сама говорит, что это уже не проблема, но я думаю, что у вас разных странах ситуация разная. Для некоторых стран спам еще является серьезной проблемой. например, вот сейчас мы сказали представитель Соединенных Штатов и в Голландии спам уже не проблема, но в ваших странах это проблема или нет? Спасибо. Это хорошо, хорошая перспектива для участия наших участников и для высказываний наших участников. Мы уже услышали, что много различных инициатив было принято в борьбе со спамом. Я могу говорить например, как Криск говорил, существует такая специальная группа по борьбе со спамом и я был их сопредседателем до этого времени до 2003 по 2004 год. Эта организация выпустила много различных документов, в которых отражалась хорошая практика борьбы со спамом. Переведили на несколькие языки, также были выпущены специальные белые бумаги, так называемые, по борьбе со спамом, и различные другие инструментарии предлагались. Ну и главное, как я уже повторюсь, это как нам распространить всю эту информацию, как нам распространить всю эту хорошую практику, чтобы они знали представители тех стран, где эти проблемы еще более, еще являются достаточно серьезной. поэтому я хочу, чтобы участники из зала высказали свои точки зрения, задали вопросы по этой теме, и какой опыт у них, скажем, полезный был в борьбе со спамом. Кэрон, да, с точки зрения интернет-сообщества, я хотел развить мои предыдущие комментарии, мы начали смотреть на то, как мы будем просматривать спам, что это такое, и как помочь развивающимся странам понять, что такое спам, и какой инструментарий им применить, не только даже в странах, но и в регионах. И проект, который мы начали в начале года, как Крис уже сказал, мы использовали информацию M.A.W.G. которые в основном относятся к оперативным аспектам этой информации и другие источники. И как уже говорилось, существует такой лондонский план действий, который предлагает различные пути по борьбе со спам, то есть уже через граничным создание механизмов для международной, так сказать, региональной борьбы со спам. И они готовы поделиться с нами этой информацией. То, что мы делаем здесь, это мы как бы берем эту информацию и предоставляем ее другим регионам путем проведения соответствующих практиков, семинаров. Направляем экспертов в сентябре мы ездили в Агентину две недели тому назад и эксперты из этих ассоциаций и из других организаций могли посетить и поговорить о том, как решать вопрос спама. И честно говоря, общее определение, которое мы имеем для этого, то есть речь идет об электронных сообщениях в огромных объемах, которые в целом может быть не очень актуальны для той тематики, которую мы сейчас обсуждаем, потому что это прежде всего недозволенные, нежелательные сообщения, но очень много информации содержится в этом спаме и соответственно то, что мы пытаемся сделать, это прежде всего привлечь экспертов в передовые сферы технического сообщества, правительственных организаций и других заинтересованных лиц, которые помогут нам обменяться собственным опытом, знаниями и администрированием для того, чтобы лучше в конечном счете вооружить тех, кто хотел бы защититься от этого спама. И соответственно проект, который у нас имеется, имеет три компоненты. Там имеется свой инструментарий, который мы создаем вместе с ОСР, и соответственно мы пытаемся совместно создавать новый набор инструментов, основывающийся на передовом опыте операторов и сетей. Таким образом, когда мы говорим о тех инструментах, которые уже существуют, некоторые из них бесплатные, некоторые из них требуют более технического уровня для их внедрения, но мы пытаемся по крайней мере проверить список тех возможных вариантов, особенно в развивающихся странах, если вы хотели бы защитить себя от спама. И вот о чем собственно нужно думать, когда мы говорим о неком внедрении инструментов защиты. И что касается политиков, мы также проводили целый ряд мероприятий с ними, вот в частности операции по обмену информации относительно того, чтобы вы улучшали работу собственных сетей, а также защита от нежелательных сообщений занимается МАО WG, это рабочая группа в борьбе с искажением сообщений. И я думаю, вы все знаете, что спам это один из тех заболеваний, которые невозможно вылечить, так сказать. И это явление началось 20 лет назад, когда первые сообщения электронные появились, а сейчас мы имеем уже спам как явление инфекции в сети, который не только распространяет нежелательную информацию, но и мошеннические схемы. таким образом мы пытаемся использовать механизм защиты лечить нашу сеть от этой инфекции. Пожалуйста, кто следующий? Крис Пеннер. Я бы хотел сказать, что мы прежде всего в нашем Госдепартаменте Соединенных Штатов работаем по вопросам киберпреступности. Я бы хотел прежде всего продолжить то, о чем говорила Кэра. Очень часто, особенно в развивающихся странах, задают вопросы, что нам делать с этой проблемой. И действительно, очень важно посмотреть, с кем мне нужно общаться, кто является экспертом, ведущим. Первое, нужно убедиться в том, что мы повышаем уровень информированности всех заинтересованных лиц, как говорила Кэррин, и, соответственно, чтобы знали заинтересованные лица в разных странах, какие уже имеются инструменты по защите их от киберпреступности и спама. Также укрепление потенциала, это, конечно, борьба с киберпреступностью, с хакерскими атаками, но также еще один элемент заключается в том, чтобы защитить себя от этих явлений. И, во-вторых, мы все отметили, что спам это тот вектор для других инфекционных атак, то есть это не просто спам как таковой, а также вопрос, как бороться с хакерскими атаками, которые очень часто идут параллельно со спамом. И я хотел бы сказать, что здесь очень важно подготовить наших специалистов, которые прежде всего работают в разных спектрах, как наши эксперты здесь представлены. Прежде всего, это кибербезопасность тем, чтобы укреплять безопасность сетей, как правительственных, так и частных структур и обычных граждан. Также у нас имеются правила и практики относительно того, как осуществлять эти защиты. И далее очень важно посмотреть, что здесь должны быть очень сильные законы против киберпреступности, с тем, чтобы правоохранительные органы могли иметь инструментарий сильный для борьбы с такими нежелательными явлениями. И еще один момент, который очень полезен, это объединить различные сообщества, потому что мы говорим о том, что спам является вектором для криминальных действий в интернете, но также имеются и правовые органы, которые борются с этим, имеются научные, и технические структуры, которые борются с этим, и частный сектор также подключен к этому. Таким образом, объединение всех этих сил является очень важным залогом успеха. Вот также у нас имеется GA High Tech группа, то есть группа высокого технологического уровня, где мы работаем с более чем 50 странами. мы также имеем специальный рабочий семинар, помимо этой группы большой восьмерки. И соответственно, мы работаем, вначале конечно очень трудно было объединить их усилия, но теперь мы имеем более эффективные возможности сотрудничества между различными секторами, о котором я говорил ранее. Так что вот эти очень хорошие практики, которые мы можем продвигать. Спасибо. Итак, спасибо. Да, действительно, мне очень приятно услышать мнение коллег, но в дополнение я хотел бы сказать и добавить точку зрения развивающихся стран. Многие из нас работают регулярно по вот этим вопросам кибербезопасности технической с правовой точки зрения. И мы очень часто знаем, что происходит в ОСР, какие инструменты предлагаются, какой план действий имеется и так далее, и так далее. однако здесь также очень важно посмотреть на операционную составляющую, потому что эти явления происходят в разных секторах, и очень часто они не достигают базового уровня обычных граждан. и очень часто также мы видим, что некоторые из этих документов, они только на английском имеются, и, конечно же, когда вы работаете в ОСР, вы зачастую не переводите ваши документы по борьбе со спамом на другие языки, кроме английского, но также имеются и другие мероприятия, которые опять-таки только на английском языке, хотя некоторые документы все-таки переводятся в ОСР, на другие языки, но очень важно посмотреть на те гарантии, защитные меры, которые имеются на уровне серверов и отдельных пользователей для того, чтобы в конечном счете работать совместно. И еще один момент, Крис, это тот предмет спам, тот предмет, который требует технических аспектов, которые бы объединялись правовыми. И страны требуют стратегии кибербезопасности, которая бы развивалась совместно с общей национальной безопасностью. И соответственно, здесь очень важно, чтобы мы контролировали это явление. И для этого нужно своевременно реагировать через координированную глобальную стратегию кибербезопасности. Спасибо. Я думаю, перед тем, как еще провести целый ряд возможных комментариев, председатель хотел бы что-то добавить. Пожалуйста. Спасибо, модератор. Я хотел бы добавить вещи, о которых мы забыли, может быть, сказать. Прежде всего, это частная жизнь, частная информация. в какой степени мы можем сказать, что вот это непрошенные объемы информации поступают в наши электронные ящики без нашего спроса. И, соответственно, здесь имеется еще один момент того, что спамин сам по себе может быть как явление информации ничего и ничего себе особого не представляет, но каждый раз, когда эти поступают эти сообщения в мой электронный ящик, это значит, что злоупотребление происходит моим личным пространством. И спеннинг происходит через мобильные сети и через мобильные сети, потому что здесь разные права, нормы работают. Обычные коммуникации это, прежде всего, частные коммуникации. И это не означает, что каждый вам может звонить без спроса, но для коммуникации через интернет это массовая коммуникация. С самого начала. Может быть, у вас было в начале право говорить привет любому человеку, будучи коммерсантом. Но я думаю, что здесь аспекты забываются зачастую, разница между массовыми коммуникациями, что представляет собой интернет, и частными коммуникациями, что представляет собой мобильное телефоне. Пожалуйста, есть ли еще какие-то комментарии дополнительные? Да, спасибо, господин председатель. У нас имеется план действий, и здесь у нас имеются различные предложения в рамках лондонского плана действий относительно того, какие инструменты нужны для борьбы со спамом. Таким образом, в основном это, так сказать, предложение присоединиться к лондонскому плану действий, когда вы хотите создать агентство по кибербезопасности. Это будет полезный инструментарий в лондонском плане действий. На самом деле, мы объединяем усилия в рамках также и монтериальского протокола и работаем вместе с МАОАГ для того, чтобы соответственно работать и по борьбе с коммерческой спаном. Одни из проблем заключаются в том, что сейчас мы работаем в в основном в Монреале и очень многим трудно туда приехать для того, чтобы получить такой тренинг. Соответственно, здесь происходит несоответствие между спросом и предложением. И я не предлагаю здесь решения какого-либо, но может быть у кого-то есть необходимые полномочия и потенциал для того, чтобы предлагать такие тренинги в других местах мира, кроме Монреаля. Я думаю, это очень важный момент. Еще один момент заключается в том, насколько мы понимаем собственно суть вопроса, потому что спрос должен таким же быть как предложение в плане обучения вот этим антиспамовским технологиям и методам. Пока что нет такого соответствия спроса и предложения в этом плане в глобальном масштабе. И я думаю, что нужно объединить наши усилия в этом плане также. Ну что ж, я думаю, вот тему относительно того, как мы можем расширить мероприятия в рамках MyAWG, каким образом мы можем создать партнерство между ISAC и МАГ, рабочей группой по борьбе с искажением сообщений, потому что в основном речь идет о том основании платформы, которая будет поддерживать постоянные тренинги в разных странах для того, чтобы в конечном счете разрабатывать такие тренинги. МАГ имеет три встречи в год, одна из них международного уровня и соответственно в некоторых странах их деятельность более высокого уровня, чем в других. И самая главная задача это предоставить техническую помощь в более глобальном масштабе и повышать образовательный уровень тех, кто борется со спамом на разных уровнях разных странах. Итак, сейчас выступает Кэрин, представляющая международное сообщество интернета. Действительно, мы работаем и переводим документы, как МАГ, так и другие. Мы переводим их на французский, английский, испанский, другие ионовский языки. И действительно, здесь нужна реформа. И мы должны посмотреть на контекстуальную составляющую этого процесса, потому что мы работаем в различных направлениях, когда действительно необходимо, например, лучше понимать на французском этих документов по сравнению с английским. Мы также смотрим на технические составляющие этих документов, которые развиваются с годами, для того, чтобы убедиться, что эти документы понятны на разных языках и имеют определенный контекст в отношении того инструментария, который мы пытаемся создавать, чтобы также понимать, что необходимы материалы, которые будут полезны для вас, для самообразования, для того, чтобы иметь представление о выборах, которые вы имеете в плане выбора инструментария. И страны должны иметь в виду, какие шаги они должны предпринять для того, чтобы внедрять эти антиспамовские мероприятия, что нужно учитывать в этом процессе. Спасибо. Итак, мы уже на четверть прошли свою повестку дня. Я хотел бы напомнить, что, задавая вопросы, вы должны представиться. Здравствуйте. Я приветствую всех. Я буду говорить на испанском, потому что это мой родной язык. Меня зовут Мэйо Фумо. и я комиссар по телекоммуникациям соответствующего министерства в Мексике. Мы создали эту организацию после государственной реорганизации телекоммуникационного сектора в моей стране, и мы охватываем сферу вещания телекоммуникации в целом, и также всего того, что касается сектора компьютеров. Я думаю, что интересно обратить внимание на то, что здесь имеются очень сильные усилия минимизации того, что происходит в этих секторах. и как глава такого ведомства в Мексике, я думаю, нужно отметить, что мы подписали все документы правого характера с международными организациями, точно так же, как мы это сделали в рамках наших отношений, подписали документы с Кореей, Сингапуром, и, конечно же, с соседними странами в Латинской Америке. Многие страны также подписали такие двухсторонние и многосторонние соглашения, но имеются постоянные попытки минимизации этого вопроса, утверждая, что это только вопрос укрепления потенциала и так далее. Но на самом деле совершенно очевидно, что нам нужно укреплять наш потенциал тем, чтобы люди имели знания соответствующие, но когда вы являетесь регулятором международных телекоммуникационных процессов, вы не можете использовать слово спам, потому что многие страны не хотят использовать слово спам в своих текстах, так что вместо того, чтобы говорить о спаме, мы должны говорить о массовых недозволенных электронных сообщениях, и, соответственно, нужно делать очень много для того, чтобы бороться с подобного рода сообщениями и минимизировать их негативные эффекты, и, соответственно, страны-члены будут сотрудничать в этой сфере, потому что, в конечном счете, это международная проблема, вот в чем вопрос, а не местная проблема, конечно, много делается в этой сфере, но мы должны увеличить международные сообщения и международные сотрудничества по этому поводу, а также еще одна проблема, когда только все представляют это как вопросы дополнительных знаний, технологий, логического потенциала, чтобы решить эту проблему. Спам, на самом деле, появился 20 лет назад, он уже давно присутствует в мировой системе коммуникации, нужно иметь в виду те мнения, которые у нас имеются о тех странных экспертах, которые высказывают свои зачастую непонятные мнения, но я работаю исключительно с точки зрения как экспертно-технологическом уровне, как национальные и региональные эксперты, и соответственно мы работаем например с Японией, мы очень много узнали от японских коллег, и соответственно нам нужны наши мероприятия с тем, чтобы они были более эффективны, так что спам не только это вопрос знания и технического потенциала в какой-то стране, но это также вопрос национальной безопасности, и Мексика является очень хорошим примером, потому что в Мексике мы видели, что в некоторых сферах у нас имеется огромное количество имейлов, которые посылаются с лэптопов, с ноутбуков, когда просто люди рассылают сообщения и соответственно они зачастую просто используют интернет, телекоммуникацию, чтобы звонить в полицию и звонить таким образом, чтобы полиция прекратила действовать, как она должна действовать, перегружая линии экстренной связи с полицией, вот такими необоснованными ложными вызовами. Мы должны бороться с такими атаками и соответственно мы должны работать по созданию соответствующих рекомендационных регуляторных норм, чтобы бороться с этими преступниками. Спасибо. Может быть кто-то из экспертов нашей панели хотел бы высказать свое мнение по этому поводу. Пожалуйста. Крис Пеннер из Госдепартамента США. Я не думаю, что люди должны путать действительно ли спам является темой вот такого вот встречи конфликтуального уровня, но обычно я думаю, что все иметь должны соответствующие озабоченности. Я думаю, что каждый должен работать в рамках международного сотрудничества по этому вопросу. Я очень много слышал, когда многие говорят, что это требует местного решения, которое должно быть принято, но это только одна часть этого решения, потому что решения должны быть на международном уровне, которые в конечном счете объединят усилия международных организаций и экспертов по борьбе с этим незаконным явлением. Так что международное сотрудничество является очень важным в этом плане. Также мы видим, что здесь также речь идет об укреплении потенциала правоохранительных органов, потому что в конечном счете это также является киберпреступность и спам незаконной деятельности. Так что здесь должны регуляторные нормы в сфере телекоммуникации. Мы должны различать вот эти подходы к этому решению. Так что здесь очень важно работать как на местном региональном уровне, так и на международном уровне по разным отраслям. Спасибо. Я думаю, у нас также есть участники удаленные от нас в настоящее время, которые хотели бы также подключиться к нашим дебатам. Роберт Урбама из Кампауэ. Он хотел бы узнать, что сделать для того, чтобы развивающиеся страны боролись более эффективно с киберпреступностью. Еще один вопрос. Как мы можем помочь развивающимся странам более высоко использовать потенциал интернета без того, чтобы стать жертвами киберпреступности? Спасибо. Кто-нибудь хотел бы ответить на этот вопрос? Я могу начать. Да, действительно, я думаю, что имеется причина, по которой создаются хорошие потенциалы и законы и международное сотрудничество по борьбе с киберпреступностью. Все, об этом, конечно, мы будем говорить позже сегодня, но задача здесь стоит в том, чтобы бороться с угрозой к интернету, но также и продвигать потенциально положительные вещи. Так что все эти политики в сфере укрепления борьбы с киберпреступностью это не самоцель, это просто инструментарий для того, чтобы создать необходимую благоприятную среду для коммерческого развития интернета прежде всего. А также, что страны, в частности, развивающиеся страны могут сделать для того, чтобы предпринять необходимые политические решения. Но здесь мы опять-таки говорим об укреплении потенциала, потому что зачастую в США и в многих других странах имеется очень много специальных подразделений и организаций, работающих по борьбе с киберпреступностью. Вот, например, в Сеуле, Южной Корее была одна из конференций по киберпреступности, что явилось важным шагом по укреплению мирового потенциала и создании сети сотрудничества по борьбе с киберпреступностью. Так что, я думаю, здесь очень хорошие усилия уже делаются. Но почему мы это делаем? Для того, чтобы повысить доверие к сети, к интернет-сети и, соответственно, потенциал экономического использования интернета также укрепить. Спасибо. Спасибо. Болтенат, я хотел бы несколько слов ответить по этим вопросам. Я думаю, что мы говорим лично, так сказать, а не как эксперт, блестящий эксперт. Потому что, действительно, эксперты, которые анализируют, скажем, голландская законодательство, что в свою очередь основывается на директивах ЕС, спам используется только один раз в этом документе как нежелательный, неразрешенный метод коммуникации. Это официальное определение, но мы говорим спам просто потому, что это очень-очень интересное слово, и вот вы даже знаете Монти Паймтон Цирк, это такая развлекательная программа в Великобритании, которая использовала слово спам в своих скетчах. И мы когда говорим о неразрешенном, недозволенном коммуникации, прежде всего имеется контент коммерческий, а если это некоммерческий, то тогда соответственно это будет уже в категории мошенничества, так называемого фишинга, и соответственно требует дополнительных эффектов, воздействий. И здесь очень важно посмотреть, что когда из нежелательных коммерческих сообщений это происходит уже в сферу мошенническую переходит, тогда, конечно, здесь уже речь идет о киберпреступности, и соответственно здесь нужно использовать и другой инструмент по борьбе с этим самым фишингом. также очень важно посмотреть, что самый идеальный способ борьбы со слом это просто уничтожить компьютер и не подключаться к сети, но с другой стороны мы видим, что преступность происходит во всех сферах, и соответственно очень важно обеспечивать безопасность людей в целом, хотя всегда можно оказаться в нежелательном времени и в нежелательной ситуации, и очень важно также, как и в реальной жизни, смотреть, какие районы ходить, а в какие лучше не ходить, и смотреть, не напился ли ваш водитель, то есть совершенно разумные меры, и то же самое, если вот приходит какой-то виртуальный автобус в интернете, вы должны посмотреть, насколько трес водитель, то есть вот такая дискуссия должна развиваться относительно того, чтобы защищать нашу интернет от преступности и осуществлять профилактические мероприятия для того, чтобы в конечном счете представлять все больше возможностей, больше бизнес-возможностей и развивать также потенциал интернета для блага граждан, и вот соответственно здесь мы должны в таком контексте рассматривать интернет. Спасибо, Крис, я думаю, что я отвечу на этот конкретный вопрос, который был задан удаленным участникам, каким образом интернет можно развивать без того, чтобы стать жертвой киберпреступности. Так что в основном здесь не только правительства развивающихся стран, но и состоятся на местном уровне технические сообщества, пользователи интернета ваших странах, не должно иметься ответственность по продвижению должных практик в интернете. Крис уже говорил о том, что это является обязанностью правительства, и сообщество интернет должно решать проблемы, связанные с киберпреступностью. Есть модели такие, как это делать, и мы будем о них говорить сегодня, но отрицательная сторона происходящей из киберпреступности не должна быть рассматриваться так, как она с тех, чтобы она препятствовала инновации, и чтобы государства не развивали такой важный инструмент, как интернет. И на примере Шир-Ланки мы видим, что этот вопрос очень серьезный, потому что местная пресса очень часто говорит о различных случаях интернациональной преступности, банковскими различными и такими незаконными мероприятиями, но она не говорит о хорошей стороне интернета, о том, как экономика смогла получить мощные импульсы развития благодаря интернету. Так что это проблема, которую сталкиваются многие издевающиеся страны, и многие организации, правительства сами не могут их решить в одиночку, и сами не могут развивать и, так сказать, пропагандировать до хорошую сторону интернета. И я бы хотел вернуть вопрос к тому, кто этого занял. У вас лично есть местное отделение, интернет-сообщество, которое, может быть, вам поможет? Потому что на самом деле мы видим, что в Шри-Ланке конкретно не было, не были предприняты усилий по продвижению и по рекламе доброй стороны интернета. Благодарю. У нас есть еще несколько вопросов из зала. Давайте начнем вот оттуда. Вы следующий, пожалуйста. Микрофон, пожалуйста, передайте. Пожалуйста, только не забудьте представиться. Благодарю. Даже не вопрос. Я просто хотел под... Председатель затронул очень важный вопрос по борьбе со спамом. Очень важно здесь различные точки зрения выражать. Может быть... Это, наверное, может быть такая болезнь, которую вообще нельзя вылечить. Мы можем снизить, даже если так, мы можем снизить отрицательный эффект. Потому что страна должна пользоваться преимуществами ЕКТ. И как вы уже сказали, и когда они используют эти преимущества в максимальной степени, без какой-то такой неприятной информации, которая не основана на их согласии, это об этом как бы роль правительства и ответственность всех секторов, включая и частный сектор. и поэтому необходимо при регулировании спама потребителю должно быть больше предоставлено возможности выбирать, хотят или нет они получать эту информацию. Если мы видим сейчас, в большинстве случаев у потребителей нет права выбора, либо, так сказать, хочешь не хочешь, бери. если ты хочешь, то должен согласиться со всеми ограничивающими факторами. Поэтому очень важно, чтобы глобальное сообщество поддержало и какие-то специальные регулирующие механизмы разработало, чтобы дать потребителю право выбора и возможность выбора. еще раз хочу напомнить, что нужно представляться. Благодарю вас, председатель. Я бы хотел спросить, задать вам вопрос. Я думаю, мы, кто участвуем в этой конференции, у нас есть тенденция минимизировать то, что мы не понимаем. И это, так сказать, коммерческий спам и, соответственно, законодательство, все это должно рассматриваться в контексте. Это реальность нашей жизни. Спам является реальностью международной коммуникации и их регулирования, с которыми мы знакомы. эти регулирования достаточно интересны. В нем честно говорится, что речь идет не о контенте, а если информация приходит как спам, который приходит на мобильные телефоны, и использователь считает, что это какое-то новое приложение, которое приходит бесплатно, они думают, что они получат какую-нибудь фотографию или еще что-то, и они нажимают на кнопку, и это вызывает, он вызывает особый центр вызова, и соответственно огромное количество таких звонков поступает, и этот центр не может выполнять свою работу. Это относится к вопросам кибербезопасности и киберпреступности, и здесь мы должны спросить себя, должны ли мы попытаться найти какие-то определения и стратегию того, как предотвратить эти новые ситуации, которые создаются не только в интернете, но и других международных коммуникациях. Хотели бы кто-либо из докладчиков ответить на этот вопрос? Да, Кэрон, техническое сообщество уже приняло внимание в интернет-адресе, не такие вещи. И инженерная рабочая группа по интернету уже принял соответствующие, уже имеет соответствующие инструменты, в частности относящиеся к интернет-адресу, которые идут, переходят, различные звонки, которые в полицию идут, и так далее, и так далее. То есть, есть технические средства определить то, что является зловредным кодом, а что нет. То есть, правительственные учреждения, которые вы звоните в экстренных случаях, на самом деле не получают, как вы говорите, слишком большое количество звонков и лишних. То есть, там есть средства защиты, но тем не менее, вопрос остается еще открытым. Это не то, что самое, что решение проблем спама. Это мы считаем, как вредоносные программы, а не спам. Это хуже. То есть, работа по этому направлению идет, и решение этих проблем будет найдено. У нас есть еще несколько вопросов. Давайте попросим джентльмена за столом, а затем перейдем к вопросам от удаленных участников. Еще раз, пожалуйста, представляйтесь. Меня Джей Саговский. У меня хозяин инфраструктурной компании интернет США. И большинство здесь присутствующих считают, что спам относится к каким-то коммерческим, ненужным коммерческим рекламам. В своей деятельности я применяю соответствующие антиспамовые программы, но на самом деле эта деятельность шире, чем спамы, потому что очень много различных вредоносных программ, которые пытаются украсть идентификацию и так далее. надо более широко смотреть на проблему, не только говорить о спаме. И в этом здесь большая роль будет играть международного сообщества в подготовке, в разработке каких-то программ, чтобы не сужать поле деятельности. И другой аспект спам это не просто ненужная реклама, он все-таки связан каждым путем с кибер преступностью, он потому что содействует фишингу, распространению вирусов и спамеры также разрабатывают вирусы для воровства и имейл-счетов и идентификационных номеров и так далее. То есть, вы знаете, это происходит огромный круг деятельности и спам является как бы центром этого. То есть, на нем, на спаме как раз разворачивается весь цикл киберпреступности. Я думаю, все-таки различные определения спама и различных вредоносных программ. Поэтому надо различать эти, не надо все это в одну кучу смешивать. Да, вы правильно сказали. И Кэрин, и я говорили, наверное, термины правильно здесь найти. Действительно, есть различные деятельности есть в интернете спам. Это является как бы способствует этому, но сам спам по себе это не является фишингами программы. И тогда мы говорим о уже вредоносной деятельности. И уже говорим о кибербезопасности, хакировании, хакерстве. Поэтому надо естественно обеспечить международные усилия по борьбе с этой вредоносной деятельностью. Но надо точно определять, точно знать, против чего мы боремся в данном случае. Соответственно, еще и тогда структуры, правовые структуры создавать и законодательство. Вот мой коллега из Мексики говорил, говорил, что если, например, если полицейские какая-то линия, она получается перегруженная, это уже конкретно преступление, это не просто спам. и поэтому нужно какой-то предприниматель попытки как-то минимизировать и разделить вопросы спама и вопросы хакерства и киберпреступлений. Валтернаторис. Я думаю, вы абсолютно правы. Это не просто нежелательная реклама. У нас есть план действий, который включает спам. Если послушайте на лондонский план действий, то мы как правило встречаемся с контентом, когда контент не дает нам права какие-то юридические деятельности какую-то предпринять. против таких случаев. И вопрос там, что где какая-то организация или не было интереса в борьбе с этим. Сейчас меняется немного вот два случая здесь как раз у нас совершенно новый хороший пример того как сотрудничают сотрудники Министерства Юстиции Министерства Безопасности но должно быть сотрудничество шире идти и включать частные секторы других участников. Наверное может быть позже можно будет подробнее обсудить это, но я сказал в своем вступлении тот закон который был разрабатываться в 90-м и был принят в 91-м и применялся в 93-м он уже может быть обстоалевал потому что уже гораздо больше чем коммерческие имейлы надо посмотреть теперь на этот вопрос может быть разработать новый закон или как-то изменить существующий закон и подумать о том какой закон мы хотим видеть к 16-му году потому что примерно такой цикл у нас в законодательстве здесь существуют агентства такие как федеральная комиссия по торговле где я раньше работал и другие по всему миру они могли бы помочь в таких случаях когда полиция например с экономической точки зрения не заинтересована в решении этих случаев потому что они недостаточно серьезные однако они недостаточно серьезные может быть для других организаций потому что они касаются экономических преступлений и потери миллионов долларов денег и так скажем может быть эти сути рассматривать не в уголовном суде а в гражданском или административном суде и какие-то штрафы например там 100 тысяч 10 тысяч евро я думаю что для них может быть недостаточны потому что эти люди получают доходы в миллионы евро так что нужно новые законы обновить законы в 2016-2017 году благодарю вас похоже ради времени давайте мы еще пару вопросов послушаем по спаму здесь уже опять перекликается и конфликтует мы еще поговорим о хакерстве давайте все-таки больше по спаму у нас по-моему есть онлайновый участник два первой из кении он говорит что вопросы юридические вопросы это важны решать как бы и грабновительство и гражданское общество а другой вопрос говорит что страны особенно развивающихся стран у них свое законодательство и часто его недостаточно и недостаточно участия в создании этих законов со стороны гражданского общества есть можно кто хочет ли кто-нибудь ответить у нас еще есть два вопроса и пожалуйста не забудьте представить благодарю Джон Лаприз профессор в Нос-Вестерн университете вопрос для Кэрон мы говорили о том как ITF сотрудничает с мексиканскими организациями в решении их проблемы если мы говорим о стабильности интернет в 99 году ITF как раз рассматривал вопросы спама я хотел бы узнать ITF до сих пор занимается этими вопросами спама может быть это как раз хороший был бы способ наращивания потенциала если бы мы могли бы распространить опыт работы ITF да я считаю что ITF работает по управлению стабильностью сети вопросов управления сети они называются спам нет у них более специфические вопросы управления элементов сети если мы говорим о группе которая работает этим то там есть группа которая называется у них много личных очень таких своих сокращений я не помню этого сокращения но она работает и активно работает над над тем чтобы отправитель и получатель могли общаться беспрепятственно то есть они занимаются в частности какими-то вопросами проблемами спама поскольку это препятствует связи быстрой и беспрепятственной то есть они работают не со спамом так сказать не против спама как такового но опосредованно они также решают эти вопросы в рамках вопросов улучшения работы сети и во многих странах сейчас огромное количество смс спама благодарю вас Кэррн я думаю наверное на этом мы закончим вопросы из зала нет еще один вопрос есть благодарю меня зовут Пит Резник моя экспертиза так сказать с технической стороны но я хотел просто спросить по как бы юридической стороне я участвовал в различных гражданских судебных разбирательствах в Соединенных Штатах и в Соединенных Штатах похоже что закон достаточно неэффективен или даже полностью неэффективен потому что люди которые достаточно большие и такие как такие как Google Yahoo провайдеры большие они используют технические средства для предотвращения спама а не закон и закон используется лишь так скажем может быть менее респектабельными организациями и мы знаем что многие из такие судебные избирательства были выброшены суда просто потому что они недостаточно мощные эти организации и мне кажется что если мы дали вход большинству этих случаев и позволили всем любому подавать такие иски мы говорим именно о коммерческом спаме не о кибер преступности то здесь должен быть способ как то чтобы сделать законы более эффективными чтобы спам был больше не приносил доходов и вот это как раз позволит решить проблему в корне чтобы каждый личный человек мог подать в суд на каких-то серьезных игроков которую распространяют спам и тогда тогда мы сможем решить проблему я не говорю о больших компаниях чтобы часто когда кто-нибудь может прокомментировать это я попытаюсь прокомментировать если я правильно помню Microsoft делал несколько раз то есть они приводили людей так сказать в суд вызывали я не специалист по законодательству но я помню что говорил что каждое индивидуальное лицо может привлечь спамерок в суд я насколько это успешно или нет это другой уже вопрос но я думаю видел в презентации интернета что в общем такие случаи есть я бы могу поговорить о работе Microsoft которую они делали да они вызывали в суд серьезных спамеров я уж не помню уже имена их но они несколько лет тому назад они засудили реально источник спама крупный источник спама что привело к снижению спама и мы когда мы говорим вопросов скажем вирусах и так далее Microsoft здесь работает в США достаточно активно и хороший пример этого это они работают вместе с ФБР и последний пример этого это изменение вот этих DNS которое позволило решить вопросы связанные со спамом да я слышал тоже были удачные случаи уголовных уголовного судебного разбирательства можно все таки еще раз спрошу если мне позволите я как раз не говорил о криминальных аспектах я говорил о гражданских аспектах чтобы частные лица могли вызвать суд коммерческих спамеров тех против тех которые генерируют доход от спама от распространения этих коммерческих имейлов и насколько я вижу у личных людей у людей в США нет такого возможности но к сожалению я не могу прокомментировать это я не специалист да надо будет это оставить этот вопрос для специалистов давайте еще последний вопрос да председатель хотел сделать комментарий а затем мы перейдем к обсуждению хакерства гражданские случаи в Индонезии принимаются в Индонезии например это в соответствии с законом о EIP мы можем подать на них суть суд по гражданским делам вместо уголовных благодарю вас благодарю ну на этом мы закрываем дискуссию по спам по моему мы уже в ходе нашего обсуждения мы несколько интересных тем затронули но у нас еще предстоит обсудить хекинг хакерство и киберпреступность эти вопросы относятся к кибербезопасности в более широком смысле и я хотел бы послушать предварительные комментарии по тому как вы видите вопросы в целом с глобальной перспективы вопросы кибербезопасности и в общем какие существуют например юридические рамки и какое сотрудничество существует международное по вопросам кибербезопасности кто хочет первым быть похоже Крис опять да у меня много опыта в этом в течение многих лет еще в 90-х год я был федеральным судьей по вопросам хакерства по вопросам интернета и мы выполняли стратегию национальную стратегию по кибербезопасности и я помню во время нашей кампании президент Обама у него веб-сайт лишний веб-сайт был подвержен нападению хакерскому и мы с тех пор конечно пытаемся усилить безопасность веб-сайтов мы много делали в этой области за последние 20 лет особенно в последние 5-6 лет достаточно много деятельностей было различное мы разработали стратегию в различных направлениях и как говорил один из наших выступавших уже сейчас 25 стран у них есть свои стратегии или они работают над ними стратегии по кибербезопасности и один из важных моментов это распространенность информации среди общественности по этим вопросам и в этих стратегиях например в США и других странах они так сказать как бы как на модели IGF они основаны на сотрудничестве многостороннем сотрудничестве и я очень рад что мы можем это обсудить эти вопросы здесь с прошлогоднего IGF в Баку мы предприняли еще дополнительные шаги по кибербезопасности я хочу поделиться с вами в феврале президент Обама издал приказ исполненный приказ директиву политическую директиву по кибербезопасности она проясняет работу различных государственных агентств и министерств и также обобщает хорошую практику в этой области и характеризует современный кибер кибер сообщество один тогда как угроза кибербезопасности нарастает и включает нарушение личной тайны и торговых секретов и так далее это деградация различных законных организаций и в общем как это с ними бороться особенно в области на международной арене ну конечно же на местном уровне эти усилия должны поддерживаться международным сотрудничеством стратегии которая должна быть создана для того чтобы укреплять нашу безопасность а так же работать со всеми заинтересованными организациями по всему миру ключевые элементы предфилактика готовности и ответные меры и так же здесь очень важно посмотреть с точки зрения правил и конкретных действий с точки зрения политических решений здесь очень важно международное сотрудничество начиная с 2000 года например 5 ООНовских генассамблей резолюции генассамблей которые в конечном счете были фокусированы на том что нужно сделать для того чтобы укрепить кибербезопасность а так же речь шла об повышении информированности мероприятия также являются очень важными в этом плане выработки концепции включая резолюцию которая говорит о роль правительства в борьбе с криминальным использованием современных технологий а так же необходимости создания соответствующих законов на местном уровне на национальном уровне для того чтобы бороться с киберпреступностью еще одна резолюция посвящена созданию культуры по кибербезопасности которая делана под эгидой ОСР а так же создание критически важной инфраструктуры что будет особым основой международного сотрудничества по снижению риска еще один документ касается ответственности правительств по работе со всеми заинтересованными организациями для того чтобы каждый понимал свои права и ответственности по совместным усилиям по усилиям кибербезопасности еще один документ говорит о важной роли региональных международных организаций в частности по борьбе с киберпреступностью и по мере того как эти резолюции генассамблеи играют очень важную роль в продвижении этой фундаментальной концепции мы считаем что ООН является также очень важной основой международного сотрудничества мы не думаем что с другой стороны ООН должно контролировать это сотрудничество потому что вопросы кибербезопасности форс является ответственностью многих других международных организаций с которыми мы сотрудничаем включая ОСР организация американских государств группа ОСИАН а также ТЭС и ОБСЕ Африканский союз группа Большой Восьмерки Совет Европы и многие другие также мы слышим много от других стран от недостаточности опыта по работе на национальном уровне и соответственно мы считаем что свыше подобного рода запросы от таких стран мы считаем что здесь должно укрепляться на международном уровне и это является частью политики Средневекомедовья штатов штатов по укреплению такого международного сотрудничества мы работаем с развитыми и развивающимися странами по укреплению их потенциала например предоставляя необходимые тренинги и знания для тех стран которые хотят получить технический потенциал необходимый для кибербезопасности мы фокусируемся на многих мероприятиях такого уровня и также мы работаем в частности по повестке дня Севульской конференции по укреплению этой безопасности и я думаю что председатель в целом говорит о возможности укрепления такого рода сотрудничества мы также работаем по тренингу законодателей и правовых правоохранительных структур мы работаем в Африке проводим региональные конференции для судэкспертов мы работаем также по укреплению их технического потенциала для того чтобы укреплять их техническая вооруженность но это так сказать технические меры также имеются вот и технические стандарты о которых мы говорили в отношении спама и в целом безопасности по соблюдению кибербезопасности и таких мер в интернете соответственно очень важно чтобы страны как я уже сказал имели свою стратегию по кибербезопасности здесь имеются конечно очень серьезные законы по кибербезопасности мы считаем что здесь также очень важно работать в рамках такой организации как Будапештская конвенция по киберпреступности и многих других международных документов спасибо Крис пожалуйста другие представители нашего экспертного совета спасибо мы хотели бы также прокомментировать спасибо Крис опять-таки с точки зрения развивающихся стран я хотел бы сказать что этот вопрос кибербезопасности является очень важным необходимы правовые меры на глобальном уровне даже на уровне отдельных стран я могу в связи с этим поделиться опытом своей страны здесь очень большой акцент делается за последние 7-20 лет для того чтобы развивать экономические стратегии по информации и сотрудничеству здесь очень важно посмотреть на фишинг интернет банковской информации посмотреть как бороться с хакерами а также борьба с недолжным использованием незаконным использованием КТ и конечно же вопросы связанные борьбы с терроризмом потому что киберпреступность и инструментарий киберпреступности используется также и террористами как государственного уровня так и негосударственного уровня таким образом Шри-Ланка приняла комплексную стратегию кибербезопасности которые с точки зрения законодательной эту часть мы будем обсуждать позже но я хотел бы сейчас сказать что с точки зрения правовой и технической потенциала объединение этих двух элементов является очень важным залогом успеха технологический аспект выразился в создании технологического национального координационного центра в Шри-Ланка мы в рамках этого центра работаем по расследованию различного рода преступлений совместно с APCRT для того чтобы соответственно объяснять расследовать все вот эти международные преступления о которых говорил Крис я думаю что здесь очень важно посмотреть на различные модели которые имеются у разных стран с точки зрения правовой практики но важно понимать тот факт что все больше и больше возникает необходимости глобального сотрудничества по вопросам киберпреступности одна страна в одиночку не сможет справиться с этой проблемой потому что здесь речь идет о глобальном расследовании необходимо контактировать с своими коллегами в Великобритании Соединенных Штатов Японии Австралии когда мы расследуем киберпреступления и это и есть суть глобального сотрудничества для этого нужна гармонизация наших принципов работы и вот почему Шевелонка выбрала принятие программы в рамках Будапештской конвенции о которых мы будем говорить позже необходимости гармонизации и сотрудничества это является наиболее важной частью потому что взаимопомощь является очень важной в деле расследования киберпреступности вот что бы я хотел сказать на данный момент да пожалуйста Будапештска Крис я хотел бы также сделать несколько замечаний я также представляю НЛИГФ и у нас будет два заседания завтра относительно того каким образом мы на самом деле можем работать с угрозами и укреплением потенциала в рамках нашего сотрудничества я также сейчас хотел бы передать микрофон Мини Янсен из Голландского Министерства Безопасности и Юстиции она расскажет об основных инцидентах связанных с кибербезопасностью с прошлого года и как правительство реагировало по этому поводу пожалуйста вам микрофон большое спасибо меня зовут Нина Янсен я представляю Министерство Безопасности и Юстиции Голландии и поскольку здесь мы говорим о вопросах кибербезопасности хекинга и очень интересно также отметить что многие вопросы будут охватываться в нашей панели завтра Карен вы говорили о том чтобы перевести документы которые имеются на различные языки к тем чтобы эти стратегии имелись во многих странах но по мере того как интернет развивается мы конечно делаем это на национальном уровне создаем такие документы стратегии и так далее которые всегда также имеются и на английском языке мы можем делиться со всеми нашими международными партнерами так что еще есть несколько интересных примеров в этом плане мы фокусируем на фокусируемся на подходе разных участников на операционном и стратегическом уровне примеры это национальный центр кибербезопасности который в частности является примером сотрудничества бизнеса академических кругов у нас также имеется кибербезопасности совет это частная инициатива также бодная которая соединяет наш центр на уровне политическом таким образом мы всегда сотрудничаем у нас имеются различные модели методы сотрудничества у нас также имеются учебные примеры с 2007 года мы пытаемся работать с нашими партнерами как на техническом так и на стратегическом уровне чтобы посмотреть что можно сделать в этом плане для того чтобы реализовывать эти модели сотрудничества я думаю вопрос здесь заключается в том как мы работаем национальными очень часто двухсторонними инициативами есть ли разрыв между предложениями спросом по поводу обмена такого рода информации а также каким образом мы можем лучше организовывать подобного рода спрос и предложения в рамках таких моделей или такой информации об этом мы можем поговорить спасибо пожалуйста кто-нибудь из экспертов нашей панели хотел бы прокомментировать это пожалуйста Кэрен спасибо я представляю интернет социейти меня зовут Кэрен имя Малбери и я хотел бы сказать что очень важно принимать пожертвования это один из важных моментов нашего опыта имеются также технические решения рекомендации может быть какие-то общие пособия будут очень хорошие условия нашего сотрудничества когда мы можем ими отмениваться так что пожалуйста заходите на наш сайт эти документы там имеются и соответственно мы можем эти документы вам предоставлять у нас в разном формате эти документы в том числе GMSA и мы можем таким образом предоставлять эти документы технического плана инструмента на которые нужно обращать внимание пожалуйста если у вас есть такие документы присылайте их нам и мы таким образом будем обмениваться этой информацией широкой аудитории Крис пожалуйста да имеется очень много хорошей работы на региональном уровне и я думаю что мы будем делиться этой информацией организацией американских государств делится на региональном уровне такими программами о национальных стратегиях по кибербезопасности я думаю это очень полезно потому что многие страны развивают такую стратегию я хотел бы также подчеркнуть что эти стратегии являются не просто какой-то организованной концепцией потому что не только одно правительственное ведомство работает по этому поводу но и полиция но и многие другие организации гражданское общество частный сектор таким образом понимание других стратегий является очень важным еще один момент это укрепление институтов таких как СЕРТ и соответственно это является также частью укрепления нашего потенциала вот каким образом вы можете в конечном счете работать с различными странами по укреплению их потенциала на национальном уровне создание необходимых институтов и укрепление их потенциала небольшой комментарий вы говорили о местном мероприятиях это один из тех премьеров когда информация может эффектно обмениваться я был в ОТЭСе в частности там говорилось на одной из таких конференций ОТЭСа о том каким образом мы можем снижать уровень завирусованности наших сетей в частности борьбы с бот на этом что является очень очень важной работой нашего сотрудничества и таким образом из-за того что очень часто бот-сети такие называемые компьютеры зомби заражены бомбой ботами управляться способны удаленно для выполнения массированных действий и мы говоримся с этими бот-нетами на таком уровне спасибо меня зовут Брайн Тан из Сингапура у меня есть комментарии я бы также хотел получить комментарии от сотрудников экспертов на местах что касается вот этих комментариев по спаму здесь имеется корреляция между спамом защитой личных данных и киберпреступностью потому что спам это посылка информации которая мне не нужна защита личных данных это защита моей личной информации а киберпреступность это незаконные действия которые могут мне навредить и соответственно все эти три компонента идут рука об руку они иногда перекрещиваются и мой комментарий заключается в том что каждая должна стратегия иметь ввиду эти три компонента также что касается развивающихся стран здесь очень важен метод приоритета какая часть должна быть первой если у вас ограниченные ресурсы начинаете или вы с того что вы защищаете ваши данные и борьбы с киберпреступностью или же вы сначала занимаетесь киберпреступностью а потом уже спускаетесь до уровня спама и борьбы с ним а у меня есть комментарии по этому поводу спасибо вопрос очень интересный но на него сложно ответить потому что у нас имеются в этом плане различные механизмы которые страны могут использовать или хотят использовать многие страны используют различные возможности возможные разные направления правовой реформы которые комбинируются с стратегией по борьбе с киберпреступностью с нашей точки зрения подход заключается в том что я вижу кстати его применяют многие страны в большей степени за последнее время это давать приоритет законодательным инициативам или законодательством которое работает по борьбе с киберпреступностью а в частности речь идет далее о защите личных данных потому что здесь имеются различные модели некоторые страны хотят двигаться по правовому направлению также вопросы обмена данными и безопасности это вопрос в основном ЕС популярные также у нас имеется также в нашей стране мы хотели бы посмотреть на вопросы создания безопасности личных данных и многие страны как Шевелонка в свою очередь предпочитают применять механизмы саморегуляции самоуправления тех сфер которые заботятся о защите данных так что нет какого-то единого направления которое могла бы выбрать та или иная страна у каждой имеются собственные подходы и с моей точки зрения конечно же то что я вижу происходит в настоящее время речь идет в частности прежде всего создания законов по киберпреступности а потом многие страны почувствуют необходимость борьбы сразу же по профилактических мерах которые необходимо предпринять и повышать права возможностей правовых органов с тем чтобы в конечном счете выбрать свой приоритет и потом работать соответственно по направлению выше названного моего выступления спасибо спасибо да пожалуйста у вас есть комментарии по-моему я не думаю что кто-то из я или кто-то из экспертов будет советовать что нужно предпринять конкретно какую форму принять я думаю что если бы меня спросили как вы работаете со спамом нежелательными сообщениями и так далее я думаю что здесь есть одна статья в Мексике которая говорится о том что здесь имеются очень очень хорошие принципы которые говорят о том чтобы иметь возможности обмена должной информации о неспанном и когда мы работаем законодательством пытаемся найти возможности проводим исследования в интернете соответствующим инструментарием судебно-экспертного плана это гораздо более сложная задача но также можно посмотреть на то что происходит в Нидерландах когда мы с первого дня видим что действительно мы часто говорим о том что это представляем это как просто нажатие каких-то кнопок но очень важно посмотреть на то что каким образом мы будем работать по борьбе с преступностью с 2004-2005 что годов когда мы например боремся с смсом который говорит что вы выиграли дорогой телефон пожалуйста позвоните по такому телефону обычно мы обращаемся к оператору чтобы он раскрыл нам информацию по источнику этого смс честно говоря что телефон уже закрыт и соответственно были приняты законы в Нидерландах когда мы в конечном счете на ноль свели подобного рода мошенничество через смс и в конечном счете могли так эффективно бороться с мошенниками через смс которая представляет такую мошенничество информацию соответственно мы должны иметь необходимое положение в вашем законе а также обязательства со стороны соответствующих организациях и мы только вчетвером начали этот процесс и в конечном счете это может быть очень эффективно если у вас имеется воля со стороны правительства когда в конечном счете уже будут более глобальные вещи которые будут изменять ситуацию это один момент второй момент это создание других мероприоритетов о которых говорилось ранее спасибо небольшой комментарий я знаю что это весьма сложно осуществлять учитывая ограниченность ресурсов но также имеются необходимые возможности когда мы делаем сначала то потом это но я думаю здесь также нужно обязательно иметь хорошие законы на местах особенно законы по борьбе с киберпреступностью потому что у вас очень может быть хорошо подготовлен персонал по борьбе с этими угрозами но если у них нет должной правовой основы тогда соответственно их работа будет неэффективна точно так же когда нужно тренировать людей использовать эти законы соответственно мы можем объединить эти усилия посмотреть что можно сделать для усиления защиты наших сетей создание такой национальной стратегии также имеется еще один важный момент когда мы используем передовой опыт укрепления потенциала и используем возможности этих стран в частности в сферах создания правовых структур и создания институтов таких как СОРЦ и соответственно здесь очень важно посмотреть на борьбу многосторонним направлением с этим нежелательным процессом нежелательными явлениями спасибо теперь я хотел бы спросить может быть кто-то хотел бы из нашей удаленной аудитории задать вопрос или прокомментировать да мистер Гидиан Искени хотел бы позвонить и прокомментировать эту тему пожалуйста пусть он это сделает прямо сейчас если у нас возможность принять насколько это возможно принять сейчас прямо такой звонок от нашего удаленного службы подождите момент не проблема пока вы устанавливаете связь может быть мы несколько других вопросов рассмотрим да мы можем перейти к другому участнику извините за неудобство итак пока вы устанавливаете связь может быть другой участник есть у него какие-то другие вопросы пожалуйста да пожалуйста да вот вы здесь на заднем ряду спасибо меня зовут Патрик Генеральный менеджер Pacific City прежде всего я хотел бы рассказать о своих впечатлениях об этой дискуссии и речь идет о том что мы принимаем как должное вот эти три вопроса спам хакерство и киберпреступность это очень важные вопросы сами по себе крупные вопросы но я думаю также что нужно задавать вопрос насколько велик масштаб этих проблем в целом я думаю очень важна здесь статистика то есть у нас должна быть возможность измерения этих проблем в объеме а также посмотреть на то каким образом в тех юрисдикциях где статистика такая не собирается как например в моих странах Тихоокеанского региона там нет статистики по спаму по хакерству в этих юрисдикциях мы не знаем соответственно масштаб этой проблемы и здесь нужно на этом фокусироваться и здесь мой второй пункт когда мы говорим об этих вопросах мы говорим о безопасности мы говорим о слабом звене потому что ваша безопасность может быть только хороша тогда когда все звенья цепи безопасности на должном уровне в развивающихся странах таких как техоокеанские экономики у нас сейчас все больше интернет быстрые лучшие связи коммуникационного плана то есть больше потенциального возможности чтобы наши страны стали хабами для киберпреступниками потому что у нас очень мало опыта борьбы с этими нежелательными явлениями в регионе это как раз вот то что нужно иметь ввиду в качестве борьбы с этими вопросами для того чтобы эффективно бороться нужно посмотреть на глобальный масштаб посмотреть на то как можно поддержать безопасность малых экономик с точки зрения борьбы с киберпреступностью в противном случае просто тогда эти страны малые будут источниками киберпреступности и последнее что я бы хотел сказать и обратиться к нашим экспертам очень приятно видеть что два эксперта отметили связь СИТ вот у нас имеется шри-ланковский СИТ американский СИТ и ID СИТ и НИСА который представлен здесь в панели и действительно то что я хотел бы узнать насколько вы работаете СИТ по вопросам которые мы обсуждаем какое ваше впечатление от СИТ в отношении этих вопросов что вам думаете о той роли которую СИТ должна иметь в точке зрения правительственных на СИТ я помню группу реагирования на компьютерное происшествие и так вы хотели бы ответить пожалуйста давайте сначала послушаем удаленный вопрос удаленного участника нет не готов хорошо давайте ответим сначала на вопрос благодарю за этот вопрос из господины СИТ я полностью согласен с вами все эти вопросы которые вы упомянули они все важны и особенно для стран и организаций и организаций необходимо работать вместе для создания технической координации по поддержке политиков и законодателей это очень важно вы задали вопрос касающихся сервис каждый из членов из наших докладчиков очень серьезно относятся к этому и говорят много о роли сервис как с перспективы национальной таксо региональной и глобальной и все говорят очень большой важности этой организации для решения проблем спама киберпреступности и других вопросов относящихся в более широком плане к кибербезопасности и из нашего опыта мы видим что сервис сам по себе в каждой стране не может работать эффективно если он не является частью регионального сообщества поэтому в азиатских регионе мы в принципе рады что мы имеем возможность положиться на JP сервис и O сервис тихоокеанский сервис австралийский сервис и азиатско-тихоокеанский сервис и даже среди ланка стала полным полноправным членом АП сервис азиатско-тихоокеанский сервис и в позапрошлом году провело мероприятие тренировочное мероприятие для AP сервис региональные сервис очень важны но все равно нужна глобальная координация потому что часто не говорится об этом но на форумах но например в командах быстрого реагирования они очень важны для как раз мирового уровня и мы призываем чтобы национальные сервис становились членами региональных сервис и соответственно глобальные подключались к работе глобальной системе это все что я хотел сказать есть еще какие комментарии по вопросам мер и повышение информировательности да извините давайте вы сначала скажите по моему у нас уже есть записанный вопрос письменный вопрос давайте мы вопрос о чем господин звича прокомментировал что международные конвенции по идентификации должны быть как должна проводиться гармонизация с существующих киберзаконов это должно обеспечить чтобы все страны четко понимали предлагаемые законы и предотвращали ситуации когда законы принимаемые на международном уровне не распространяются и не принимаются странами и страны не понимают еще один комментарий от мастер Хасана он спрашивает есть ли какие-нибудь инициативы по наведению мостов в области кибербезопасности между Соединенными Штатами и Европейским сообществом давайте я со второго вопроса начну Херон должна была ответить может быть давайте попросим ее это сделать да она сначала это ее ее очередь я хочу сначала на первый вопрос ответить в рамках программы которую мы проводим у нас есть компания которая предложила сделать бесплатную аналитику для развивающихся стран чтобы они могли лучше справляться с проблемами трафика и лучшего работы сети вашей и я предоставлю вам информацию информацию по этому инструкцию соответствующую к крис пэнер по статистике по статистике конечно это большая проблема для Хелен очень трудно исчислить найти цен стоимость кибер безопасности какие цифры за этим стоят конечно это поможет принятию политики если мы знаем то какой ущерб реально она приносит но так или иначе что касается вопросов угрозы и проблем здесь надо говорить не только о угрозе и проблемах но и тем какие возможности это дает новые в смысле разработки соответствующей политики касающейся кибербезопасности мы принимаем сейчас мы сейчас в состоянии для того чтобы создать институты и политику чтобы реально заниматься вопросами киберпреступности и это означает что нам необходимы инструментарий и здесь опять же речь идет о повышении потенциала что касается СЕРТ я полностью согласен что региональная организация играет важнейшую роль и одно из ключей национальной стратегии это то чтобы иметь СЕРТ на национальном уровне и хотя я в госдепе но и занимаюсь больше политикой но я также каждый день общаюсь с представителями американской СЕРТ и также департаментом безопасности и так далее и за вопрос который пришел по телефону я так понял да Бутапештская конвенция о киберпреступности является хорошей моделью которую страны могут присоединиться к этой конвенции или хотя бы моделировать свои законодательства по этой конвенции потому что она позволяет наладить хорошее сотрудничество в кибербезопасности и сейчас есть идея на глобальную конвенцию я думаю что на это потребуется 10 лет по минимуму и поэтому я думаю что в принципе мы можем пользоваться Будапештской конвенцией и лучше усиливать Будапештскую конвенцию путем присоединения к ней новых стран и стратегии американской стратегии по киберстратегии как это как мы им делимся с остальным миром и в этом плане мы достигли хорошего проекта прогресса хотя и много ошибок было и мы можем поделиться с вами этой информацией и мы собираемся это делать путем мероприятия по повышению информированности по повышению потенциала например в Кении мы провели семинар который спонсирован был частично правительством Кении и там мы говорили о киберпреступности правовой основе безопасности о работе с частным сектором и другими участниками и то что было действительно поразительно в Кении в Кении усилилась так сказать ИКТ и у них есть онлайновая система Хейман и даже лучше чем у нас и это очень приятно что это происходит в стране которая является развивающейся Кроме того у нас значит как мы видим что в Соединенных Штатах серьезная политика в области борьбы с киберпреступностью и мы могли бы поделиться с этим и я думаю что развивающиеся страны могли бы многое подчеркнуть из этого Соединенных Штатах СЕР Соединенных Штатах является частью национального СКИК так называемого национального центра кибербезопасности это интегрированный центр где люди работают 24 часа в сутки 7 дней в неделю когда мы говорим и здесь важно очень партнерство с частным сектором и американский СЕР как раз работает с частным сектором очень активно я надеюсь что это продолжит свой рост и даст нам возможность быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации далее я думаю хороший пример как я как член плана действий лондонского мы мы разрабатывали план о том как бороться со спамом и мы соответствующие презентации подготовили и хороший ответ на эти презентации кроме того хорошим примером является национальный центр кибербезопасности когда существует кризис то команды создаются вокруг этого кризиса и соответственно привлекаем различные правоохранительные органы и вместе решаем эти ситуации это такая хорошая модель которая может сослужить примером объединения экспертизы вокруг какого-то кризиса в стране например когда серьезные случаи хакерства хороший пример был в Европе инициатива называется на 50% она финансируется EU это центр кибер событий и различные партнеры входят в этот консортиум региональные национальные серты местные правительства и все пытаются вместе снизить эффект различных кибер непредвиденных событий и такие центры поддержки как в Германии в Бортфрай которые помогают веб-сайтам почистить свои если они инфицированы вирусами и так далее и что-то более революционное это будет база данных которая хочет поделиться данными по каких-то по каких-то злобредных событиях в сети то они могут все это сделать в этом в этой базе данных и и поэтому мы будем больше использовать эту систему Ботнет вернее бороться с этими системами люди которые используют эти вещи или создают их и мы будем лучше о них знать и больше информации иметь и более эффективно бороться с ними если кто-то заинтересован в этом проекте пожалуйста подойдите ко мне и поговорите после совещания немножко хотел добавить у меня в многих странах сейчас предпринимаются усилия по определению этих ботнетов их и мы предоставляем информацию о том как бороться с ними как минимизировать отрицательный эффект от них много таких вещей были в Японии в Германии и в других странах некоторые некоторые организации например компании предупреждает своих своих клиентов о существующей опасности со стороны ботнетов еще по вопросу ботнетов мы пытаемся распространить по всему миру например и атаки со стороны ботнетов на наши финансовые институты и благодаря более успешным международным сотрудничеством нам удается это делать более успешно у нас есть коллеги так сказать наши те кто сотрудничает с нами по всем во всех регионах и это много идет по дипломатическим каналам потому что это реальная угроза как и любая другая угроза поэтому к ней надо относиться серьезно и чтобы построить соответствующие нормы международного сотрудничества каждая страна должна иметь соответствующие институты которые способны делать это и это как раз часть проблемы с повышением потенциала наращивание потенциала и это нам поможет продвигаться вперед да это очень важный вопрос даже со стороны это есть правила частного сектора очень важное сотрудничество скажем сотрудничество между исп хочу еще напомнить одно комментарии возвращаясь к выступлению господина из Фиджи о том как помогать развивающимся странам решать проблему есть большое количество инструментов большое количество данных и знаний которым на которые можно и доброго хорошего опыта с которым можно прибегнуть мы можем помочь компаниям в развивающихся странах использовать эти знания для того чтобы предупредить возможные неприятные события и предупреждать это всегда лучше чем лечить я не знаю есть какая техническая проблема но я думаю было бы очень полезно сделать что-либо в этом отношении но это опять вопрос на расчете потенциала благодарю да интернет состоит как раз это часть нашей работы мы действительно собираем вместе стороны которых есть инспектира экспертиза аналитиков в различных областях интернет знаний и они работают вместе с провайдерами с сетями с правительствами в плане понимания всех компонентов этой проблемы и распространяют соответствующие знания инструменты правильное понимание дают вашего трафика и откуда происходят зловредные имейлы и помогают вам понять то как лучше бороться с этим явлением и много экспертов которые готовы помочь и то что мы пытаемся сделать это мы пытаемся помочь развивающимся странам в доступе к этим данным у нас еще 45 минут есть ли какие-то вопросы из зала хотел бы коротко поговорить о киберпреступности у нас есть 8 вопросов которые уже были заданы нашими нашими участниками поэтому давайте сейчас завершим обсуждение вопросов хэперства и еще послушаем вопросы из зала меня меня зовут Серма я из Индонессии я студентка по управлению вопросами обороны и мы конечно много полезного получили от интернет мы развиваем права человека демократии равенства а также боремся с терроризмом боремся с терроризмом я как раз изучаю вопросы терроризма мы также и мы также помогаем значит нашим пропагандистам улучшая их осведомленность повышая их потенциал для проведения военных операций у нас есть существует так сказать контртеррористическая организация я понимаю в интернете есть так сказать анализ интегрированный как бы анализ есть террористических организаций я хотел узнать вашу точку зрения на то какой эффективный способ как интегрировать этот инструмент интернета это вопросах контртерроризма кто хочет ответить на этот вопрос ну давайте поговорим по моему у нас нет нет экспертов по этим вопросам но я хотел сказать что есть два аспекта есть террористы которые используют интернет для рекрутирования а есть например есть террористы которые атакуют инфраструктуру или национальную инфраструктуру или интернет инфраструктуру и последнее то что мы как раз больше всего боимся и предпринимаем шаги против против этой деятельности у нас хорошие есть уже разработаны планы ответа на такие действия и нам должны быть постоянно на чеку мы должны предпринимать действия например несколько законов в Соединенных Штатах по например какой-то информации которая содействует расширению терроризма и у нас есть против этого закона давайте у нас еще есть минутка я понял что сейчас мы сначала послушаем удаленный вопрос у нас вопросы со стороны не слышно и комментарии стратегии которые мы использовали в развивающихся странах в области кибербезопасности может быть у вас какие то есть как по предложению по усилению работы в области кибербезопасности и что вы могли развивающиеся страны принять из этого опыта а я хочу говорить по индонезийски пожалуйста переведите мою речь основное слово для терроризма это две вещи первое вера во что то что создает и второе независимо когда какие то не хорошие слова там незаконные незаконные содержания вот это с этим можно пойти в суд и прежде всего значит дополнительный протокол и в индонезии мы работаем над этим непонятно идет речь то выступающего то приводчика пока мы не можем защитить всю инфраструктуру от угрозы терроризма если вы думаете что это усилия направленные на уничтожение нашей инфраструктуры то мы должны вернуться к вопросу так сказать это например киберпреступность является каким то нелегальным контентом или же призывает к терроризму благодарю давайте перейдем теперь к киберпреступности и основной здесь вопрос к нашим докладчикам это очень хотелось чтобы они прокомментировать это как можно усилить сотрудничество в области правоприменения на международном уровне это конкретный вопрос который нужно ответить нет больше так сказать общий вопрос что нужно делать для повышения сотрудничества в области кибербезопасности ну говоря о киберпреступности мы нужны прежде всего механизмы законодательные и правоохранительные если когда мы изучаем правовую инфраструктуру саму по себе в каждой стране отдельно это будет недостаточно если если будет сделано как бы несовместимым образом с мировой практикой и мировыми нормами которые обеспечивают более широкое сотрудничество сотрудничество правоохранных органов и поэтому когда страны принимают какие-то законодательные меры они должны посмотреть какой у них выбор инструментарий они должны принять такие законы которые обеспечивают гармонизацию с лучшей практикой которые доступны на глобальном уровне в опыте шри-ланке я могу сказать когда стратегия развития была принята 10 лет назад и инновационная деятельность пришла на рынок у нас появилась целая огромная взрыв активности именно в криминальной области который использует интернет в качестве инструмента проникновения в нашей системы и поэтому нужно было искать какие-то опции и сфер-ланка является членом сообщества дружества нации Великобритании и мы конечно прежде всего смотрели на законы Великобритании в качестве примера и приняли в нашем национальном законодательстве включили нормы а также нормы великобританского законодательства а также так называемой харарской конвенции по взаимному сотрудничеству и юридическое сотрудничество но этого оказалось недостаточно потому что мы также должны были сотрудничать с США Японией и европейскими странами которые не являются частью британского содружества поэтому были другие варианты и при этом мы нашли что Будапештская конвенция стала лучшим примером для копирования законодательных норм не только в области субстантивных законодательных элементов которые могли использовать но но с точки зрения этих с точки зрения возможности сотрудничества это был самый лучший путь вперед и что было сделано в этом плане мы использовали конвенцию Будапештскую конвенцию как модель для нашего сформулирования внутреннего законодательства и это вылилось в так называемый акт о компьютерных преступлениях или закон о компьютерных преступлениях который был примет парламентом в седьмом году и в результате серии мероприятий по наращиванию потенциала мы смогли этот закон довести до совершенства и так далее но что очень важно понять киберпреступность не может быть решена или уничтожена усилиями одной страны поэтому необходимо сотрудничество правоохранительных органов которые имеют различные традиции часто и нам приходится сталкиваться странами которых есть традиции гражданского кодекса а не другие поэтому опять же мы опять же пришли к такому выводу что Будапештская конвекция явилась самым лучшим моделью она позволяет сотрудничать правоохранительным образом разных стран где существуют различные традиции гражданского законодательства и так далее и когда мы создаем правовую базу необходимо также образовывать и правоохранительные органы и тут у нас не было недостаточно ресурсов и поэтому мы обратились к нашим коллегам из Европы и например на прошлой неделе мы начали программу обучения наших программительных органов сотрудничать с нашими европейскими коллегами и также с частным сектором также принял участие поэтому вот эти усилия и то же я хочу подчеркнуть что совет европы предпринял очень и разработал очень хороший инструмент который называется электронный так сказать сборник электронных сведений которые могут быть представлены перед судом таким образом речь идет о сборе передового опыта в результате чего мы можем установить необходимый уровень сотрудничества с этом Европы и с этим я хотел бы завершить свое выступление и был бы рад ответить на вопросы которые связаны с необходимостью гармонизации а также сотрудничество с правоохранительными органами спасибо спасибо большое если еще какие то комментарии от наших экспертов пожалуйста внутри вы хотели бы сказать несколько слов вот как я уже говорил я предоставляю лондонский план действий и соответственно очень важно посмотреть на возможности укрепления частного сектора когда мы в прошлом году делали сравнительные исследования в Европе вместе с одной из крупнейших компаний мира которая была нашим спонсором мы работали с организациями в Европе которые были известны что каким то образом работают по вопросам кибербезопасности либо с точки зрения законодательной либо правоохранительной и мы задавали несколько вопросов основной вывод был в том что нужно работать на уровне необходимых законов на международном уровне и на уровне национального законодательства потому что здесь очень важно посмотреть на установление технического общего глоссария и в частности речь идет о том как решать проблемы кибербезопасности если вы не можете сказать что на самом деле происходит где и как а также это вот касается международного уровня когда организация не знает кто вовлечен в эту работу а вот на международном уровне иногда просто вы не знаете кто где работает то же самое происходит кстати на национальном и региональном уровне как уже отмечено было мы не можем изменить это сразу же вот поэтому мы создали план действий и соответственно для меня как для независимого регулятора очень часто мне приходится очень много обсуждать эти вопросы с нашими с нашим правительством но если я буду слишком много критично отзываться о правительстве я не смогу выполнить свою работу потому что здесь мы должны найти какие-то новые отношения в рамках мирового сообщества то есть нужно обязательно обращать внимание на эти вопросы иначе ситуация не изменится теперь что касается роли правительства может быть настало время переосознать наши роли потому что сейчас мир идет в таком направлении направлении глобализации когда национальные границы в виртуальном пространстве ничего не значат соответственно международная преступность глобализируется и самое главное нужно смотреть куда стучится эта международная киберпреступность чьи национальные двери и соответственно вот например мой бывший работодатель много потерял в ходе судебного расследования когда соответственно они распространяли свою рекламу и в результате многие были заражены компьютеры по всему миру 23 миллиона компьютеров в мире и соответственно мы все работаем в рамках нашей сети некоторые были инфицированы некоторые нет в результате этого но из них только 3 были в Нидерландах и соответственно получается что только один был инфицирован другие были за границей то есть иными словами законодатели в Голландии ничего не могли сделать по поводу этого инфицирования со стороны рекламы этой фирмы тех компьютеров которые находились за границей тогда соответственно получилось так что мы из-за ошибок в законодательстве мы увидели что люди которые распространяли эту вирус через рекламу ушли от ответственности потому что голландское законодательство не подразумевает ответственности третьих лиц ответственно получается что нарушения происходили где-то еще а не в Голландии мы также уже знали что кто-то посылает спам к нам в Нидерланды и у нас не было юрисдикции в этом правовой юрисдикции потому что где-то кнопка нажималась за границей за границами Голландии а наша законодательство не позволяла выслеживать таких преступников за границей и соответственно если кто-то посылает спам компьютер мы не можем ничего против них сделать потому что они в пределах нашей юрисдикции соответственно правительство должно оценить вот эти последствия но тем не менее мы проиграли в суде в рамках этого разбирательства с этой фирмой потому что просто были недостатки законодательства и вот почему нам нужно помочь таким организациям выполнять свою задачу по защите от киберпреступников изменяя изменяя законодательство спасибо ну что ж несколько вещей я хотел бы во-первых речь идет вот о другой стороне вопросов киберпреступности то есть нужно отметить о профилактических мерах по защите своей сети с одной стороны но также нужно подумать о последствиях которые должны обязательно быть направлены в сторону нарушающих эти принципы таким образом нужно создавать условия когда преступники привлекались к ответственности если у вас только имеется хорошее правоохранительное органное но нет соответствующих технических метод защиты то это тоже недостаток большой также нужно посмотреть на то каким образом мы это делаем в течение 5 лет я думаю имеется три элемента первое это хорошая правовая структура вы можете помнить несколько лет назад когда вирус я люблю тебя и соответственно мы выследили этого хакера но в месте где он располагался не было таких законов а также правовая судебная система в одной стране взяла эту информацию но это не собственность а информация соответственно многие страны не могли подобного рода расследовать преступления теперь многие страны имеют такие законодательства и соответственно страны все больше и больше присоединяются к Будапештской конвенции но это также является вопросом того как создать необходимую правую структуру это первое второе это обучение правоохранительных органов их сотрудников это требует в свою очередь тех усилий странах тем чтобы убедиться что в этих странах есть потенциал обучения своих сотрудников полиции и третий момент это как работать на международном уровне сотрудничество установить соответствующее я говорил о том что интерпол очень многое делает по этому поводу соответственно в интерпол есть центр который будет открыт в Сингапуре в следующем году а также очень важно посмотреть о сотрудничестве по скажем борьбе с киберпреступностью на комплексном уровне потому что как правило киберпреступники находятся в разных странах также очень важно посмотреть каким образом страны будут по этому поводу работать потому что это очень критически важно с тем чтобы имелось правовая структура когда были соответствующие офицеры работать также с международным сообществом по борьбе с этими рисками все это очень важно спасибо есть ли еще какие то комментарии господин председатель я думаю у вас есть комментарии спасибо я думаю что если вы хотели бы определить лучшие методы работы нужно определить характеристику самих статей если это официальное преступление формальное преступление тогда нужно посмотреть на то что оно осуществилось неважно какие результаты повлекло за собой поскольку имеется мероприятие по борьбе с криминалитетом в этом плане потому что мы уже имеем что каждый кто заходит в интернет имеет глобальную мотивацию во множественных юрисдикциях каждая страна имеет право внедрять свои юрисдикции если нет экстратерриториальной юрисдикции тогда будет проблема но если у каждой страны имеется собственная статья которая подразумевает экстратерриториальную юрисдикцию тогда мы можем смотреть как можно соответственно преследовать преступность в других странах но опять таки в этих странах должны быть соответствующие статьи по борьбе с преступности спасибо спасибо большое итак у нас осталось двадцать минут и что я хотел бы сделать это прежде всего да извините ваш вопрос какой то но к сожалению у нас больше нет времени и то что сейчас я хотел бы сделать это подвести коротко итоги и то что мы можем сделать в качестве выводов и пожалуйста если у наших членов панели какие то собственные комментарии и то что я слышал в рамках этой дискуссии заключалось в том да да перед тем как я хотел бы продолжить имеется целый ряд вопросов от наших заинтересованных групп в рамках АДЖЕФ и пожалуйста если вы не заметили ответ на ваши вопросы они имеются в сайте но если они неправильно отвечены или недостаточно дайте мне знать большинство из этих вопросов касается Будапештской конвенции роли АДЖЕФ в помощи в создании устойчивой кибербезопасности а также территориальности таких нарушений как спам или ботнеты соответственно создание необходимых многосторонних структур для борьбы с ними я думаю после обеда мы об этом много говорили но если у вас есть какие то дополнительные вопросы от членов консультативных групп участников АДЖЕФ пожалуйста задавайте их через интернет я думаю здесь мы постоянно обсуждаем как спэм хакерство киберпреступность в частности речь идет об укреплении потенциала в борьбе с этим преступлением у развивающихся стран обмена передовым опытом о чем мы сегодня говорили и как сделать это на международном уровне здесь мы говорили в частности о программах хайсэк которые необходимо сделать более генерализованными в плане создания лучших условий для укрепления потенциала а также мы говорили о необходимости международного регионального сотрудничества даже на уровне операционном тем чтобы укреплять наш потенциал и с точки зрения киберпреступности необходимо создать потенциал юридический для гармонизации различных законов по киберпреступности и также у нас была конечно дискуссия по Будапештской конвенции но я хотел бы обратиться также к эксперту может быть я что-то упустил в подведении итогов нашей сегодняшней дискуссии Крис пожалуйста я думаю что это была очень полезная дискуссия и все эти три темы неудивительно были взаимосвязаны подумайте о том каким образом мы можем сделать так что наши действия по всему миру были бы скоординированы Будапештская конвенция укрепления потенциала обмен передовым опытом все это является очень важными элементами работы я думаю АДЖФ может играть очень важную роль в укреплении этих усилий несколько вопросов относительно того о чем говорил Крис я думаю что здесь один из вопросов который мы не освещали практически как мы можем достичь безопасности и открытости я думаю это очень важный момент отвечая на этот вопрос нужно сказать что безопасность кибер безопасность является очень важным с другой стороны нужно сохранять открытость этой платформы открытости интернета есть главный движущий фактор социально-экономического инновационного развития национальные стратегии по гибербезопасности говорят о том что здесь нужно сохранять интероперабильность и конечно же работу открытого режима таким образом нужно посмотреть каким образом сбалансировать вопросы безопасности и вопросы открытости еще один вопрос как некто говорил действительно мы не видим например много представителей правоохранительных органов это очень важный момент потому что здесь нужно посмотреть на форум таких как здесь это посмотреть на то каким образом не только заинтересованы лиц женское общество правительство и техническое сообщество и отрасли но также в рамках этих различных сообществ имеется большое разнообразие потому что в правительстве например имеются как политики законодатели так и правоохранительные органы и очень важно участие всех этих различных заинтересованных лиц в целом это интересная дискуссия спасибо за ваши вопросы Джонсон спасибо опять таки это была очень интересная дискуссия и я должен поблагодарить аудиторию что вы высидели такое долгое время без перерыва слушая наши дискуссии несколько моментов я хотел бы отметить в заключении я должен сказать что все эти три элемента взаимосвязаны друг с другом как отметил крис и здесь роль правительства частного сектора гражданского сектора и всех различного рода сообщества которых мы говорили сегодня это ключевой момент который я хотел бы отметить во вторых страны принимают стратегии по кибербезопасности при этом они должны помнить что они не могут решать эти вопросы изолированно друг от друга нужно их решать только сотрудничать друг с другом и вовлечение в сотрудничество здесь должны быть соответствующие варианты с точки зрения глобальной координации гармонизации и эффективного сотрудничества между правными органами судейскими властями а также в третьих страны которые работают по вопросам кибербезопасности должны работать с региональными субрегиональными группами и так далее то есть я считаю что спать марк каббол из правительства великобритании сидит прямо здесь и он также возглавляет дискуссию в рамках британского сообщества сообщества относительно кибербезопасности тех стран которые являются членами британского сообщества и Британия и 53 других страны работают в этой региональной группе которая очень много делает для формулировки законодательства и соответствующих инициатив и соответствующих инициатив так что я думаю мы должны работать как в рамках британского сотрудничества нации так и в рамках других региональных субрегиональных групп любая группа которая может в конечном счете гарантировать глобальное сотрудничество и эффективную борьбу с киберпреступностью далее и еще один момент который я хотел бы сказать что когда мы создаем структуры по поддержке правоохранительных органов по всем этим вопросам в наших странах можно сказать что сам по себе правоохранительные органы могут выполнить эту задачу они также постоянно должны обновлять свою технологическую базу и иметь новые методы борьбы с киберпреступниками для того чтобы выполнить это для этого нужно создать сотрудничество с частным сектором и работать вместе с международными организациями таким как Совет Европы также Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество и многие другие организации то есть страны должны помнить что они не должны работать в изоляции они должны обязательно смотреть на передовой опыт который может применяться на собственной национальной территории Шри-Ланка говоря о собственном опыте действительно обращают внимание на все эти варианты и мы получаем большое преимущество Крис вы говорили о том что Кения принял систему мобильных платежей Шри-Ланка то же самое сделал в августе прошлого года мы первые стали в Юго-Восточной Азии которые получили лицензию на мобильные платежи как международный игрок этой системы и соответственно почему это происходит то потому что мы удовлетворены нашими принципами которые соответствуют передовой опыт по реагированию на происшествия в киберпреступности связанных с киберпреступностью так что большие преимущества получает страна если они применяют глобальный передовой опыт вот что я хотел бы сказать в заключении спасибо есть ли еще какие-то комментарии от наших экспертов пожалуйста Кэрен представитель Малбери из интернет сообщества большое спасибо что вы дали возможность говорить об инициативе по спаму а также работать со всеми которые участвуют в этой дискуссии относительно того что мы надеемся сегодня будем иметь вот эту платформу для международного сотрудничества с тем чтобы многосторонние международные организации работали вместе по этой инициативе спасибо и я думаю что в заключительном отчете мы должны включить примеры которые вы сейчас обсуждали в частности работу МААК рабочей группы по борьбе с искажением сообщений это очень интересный опыт обязательно нужно отразить его в нашем отчете это может быть несколько необычная идея но я думаю что региональные IGF объединяет очень высокого уровня профессионалов которые имеют необходимые навыки для того чтобы обучать других и соответственно вот у нас много знаний но здесь нет усилий по обучению так что я думаю нужно посмотреть на эти варианты чтобы создать необходимые возможности для обучения тем чтобы люди в конечном счете что-то выносили а не просто какой-то разговор думаю это говорит прислать хорошие возможности рекомендации для конституционной группы участников IGF поскольку главная задача это укрепление потенциала это шло рефреном во всех наших обсуждениях ну что ж с этим я думаю мы можем завершить наше обсуждение большое спасибо за участие и мы высоко оцениваем ваше участие господин председатель вы хотели что-то сказать в заключении итак господин председатель хотел бы сделать заключительный комментарий я хотел бы сделать очень важный параграф в заключении нашей дискуссии я обнаружил что соответственно есть корреляция между спамом и киберпреступностью зависит от мотивации если только это коммерческое предложение то это может быть в рамках мотивации законных интересов однако если мотивация незаконна то тогда расстраиваются мы расстраиваем наших потребителей или разрушаем целую систему тогда это уже киберпреступность для того чтобы решить вопросы киберпреступности может быть лучше если в будущем мы будем говорить о возможности расследования таких дел потому что в многих юрисдикциях я думаю здесь могут быть процедуры судебного характера недостаточны для того чтобы в конечном счете иметь эффективные механизмы борьбы с киберпреступностью эти бреши нужно заполнять пожалуйста господин Кумен я думаю что с точки зрения организационной некоторые вопросы в частности последний вопрос который мы получили от наших заинтересованных организаций это защита своих граждан и прав граждан на свободу выражения свободу информации свободу собраний и ассоциаций я думаю об этом мы будем говорить в пятницу в эту пятницу и соответственно мы будем говорить также о правительственной слежке поскольку там только полчаса но мы будем расширять эту сессию до трех часов соответственно пожалуйста если вы хотели бы получить саму последнюю версию нашей программы работы пожалуйста она на веб-сайте имеется и вот как раз будет сессия по слежке и сбору незаконному сбору личной информации со стороны государства это будет сессия как раз в начале нашей работы в пятницу спасибо большое всем выступающим модераторам участникам за эту весьма плодотворную дискуссию я думаю что мы все получили большие преимущества от этой дискуссии я объявляю нашу сессию завершенной и передаю микрофон секретариату а нет присутствует секретариата так что все я закрываю данную сессию и вам всем большое спасибо за участие sorry спасибо спасибо